Всем привет! С вами канал магазина XCOM и Мария. Сегодня мы проведем обзор, пожалуй, самого качественного из бюджетных мониторов на данный момент. Хотите узнать поподробнее? Тогда оставайтесь с нами! За последнее время на рынке развилось очень много бюджетных мониторов. Все они имеют одинаковое качество, но все же не лишены недостатков. Как правило, это клипкая конструкция, посредственные материалы и характеристики. Но все это не про сегодняшний экземпляр за 12 тысяч рублей от компании Huawei AD80HW. Тонкая подставка и ножка, и панель тоже очень тонкие. Плюс к этому еще и узкие рамки у экрана. Дизайн в прямом смысле получился утонченный. При этом корпус сделан из качественного пластика, а вот ножка вообще металлическая. Она крепится одним винтом к подставке, а затем насаживается на саму панель. Конструкция получается настолько крепкой, что даже при регулировке монитора по наклону его не трясет, как в Паркинсоне. К слову сказать, с других регулировок монитора нет. Компания Huawei предлагает широкий ассортимент смартфонов, ноутбуков, компьютеров и мониторов для бизнеса и дома. При этом Huawei славится тем, что при покупке ее устройств вероятность нарваться на брак очень мала. Вот и наш образец из коробки оказался просто в идеале. Пройдемся по характеристикам. Матовое антибликовое покрытие экрана. LED-панель 23,8 дюйма с IPS-матрицей и разрешением Full HD 1920х1080. Частота обновления 75 Гц. Время отклика 5 мс. Яркость 250 нит, контрастность 1000 к 1. Этого хватит, чтобы спокойно работать в помещении с ярким светом. Углы обзора с любой стороны 178 градусов, как ни посмотри. Картинка яркая, сочная и четкая. 16,7 миллионов цветов. Цветовой охват NTSC 72%. Конечно, этого совсем недостаточно для цветокоррекции, хотя вы можете откалибровать монитор и работать с графикой. Но без танца с бубном на нем будет комфортно работать в офисных программах, смотреть кино и играть в игры. Нигде это не заявляется, но в меню мы нашли поддержку технологии AMD FreeSync. И она даже работает. Да-да, нетребовательным геймерам вполне может хватить 5 мс. отклика и 75 Гц. А вот смотреть кино при такой диагонали – просто удовольствие. Чего уж говорить про работу. На экране почти в 24 дюйма помещается все, что необходимо. Можно с комфортом работать и общаться по сети с большим количеством участников. Ну и, конечно, компания Huawei не могла не подумать о здоровье пользователей. Монитор имеет сертификат защиты от синего спектра света под названием Тюфрейланд Low Blue Light, а также сертификат защиты от бликов Тюфрейланд Flicker Free. Давайте глянем на монитор в темноте на предмет засветов. Полюбуемся пятнышками. Засветы есть в некоторых областях, и все они не критичные. На работу при обычной яркости никак не влияют. В этом моменте можем поставить Huawei огромный плюс. Молодцы! А теперь посмотрим на обратную сторону монитора. Здесь главенствует минимализм. В наличии два входа – HDMI и VGA. Все. Ни дисплей порта, ни выхода на наушники. Рядом еще есть порт для зарядника. Сам зарядник маленький, красивенький и белый. Очень сильно контрастирует с черным монитором. Вот честно, странное решение. На нижней грани монитора мы видим кнопочки управления. Они тактильные, механические, без подписей. Их обозначение отображается в меню. Меню в мониторе простое. В наличии регулировка яркости и контрастности. Есть несколько пресетов. Все. Ну и на этом наш обзор подошел к концу. Резюмирую. У Huawei получился, можно сказать, почти идеальный бюджетный монитор. На нем можно и поработать, и посмотреть видео, и поиграть в игры без ущерба для глаз и вашего кошелька. Понравился наш обзор? Смело ставьте лайки, комментируйте и обязательно подпишитесь, если еще не сделали этого ранее. Спасибо за просмотр и до новых встреч!